всем добрейшего утра едем по мкаду 8 утра уже пятница сегодня у нас да да вот вчера отработали разъездим в эту же контору вот по городу с ними катнемся маленько такой вот утро сколько машинка чистая побыла за этом 5 дней ну и все опять пошла грязь вебасто работает все нормально короче подлечили вчера тепленько в машине хорошо это уже приятно за неимением хотел сказать работы какой-то более дальний поработаем по месту как говорится хоть так вчера было много предложений там на москву если честно но она на сегодня на пятницу доставка но платить не хотят хотят недорого блин недорого не кайфово поэтому будем работать по месту как получается вечный затык этот небольшой на жда на сейчас развернемся самое интересное что сейчас надо сдать поддоны этим назад ну как бы по-любому и те что сегодня будут их надо будет везти сюда но там осталась пленка и картон то есть упаковка так как у них возвратная тара это соответственно все выгружали руками у меня уже был как-то с ними конфликт небольшой по поводу того что там остается стрейч этот и типа куда его девать посмотрим что сейчас не скажет куда его кто будет его вот девать у меня его выбрасывать некуда а так как это их упаковка как бы я считаю что они должны так и принимать их со своей упаковкой раз мы поддоны везем назад соответственно если бы это было выгружались с поддонами тогда бы было все проще чем меня этот дядя пропустит или не да пропускает вроде бы короче на правом зеркале почему-то перестал работать обогрев на левом работает она правом нет тоже скажем так не не очень хорошо видать что-то там перегорела ладненько газуем все разворачиваемся едем загружаться первая точка у меня выгрузки будет в центре города почти возле динамо на улице октябрьской даже туда приедут два грузчика каких-то наемных и будут выгружать они я так понял там некому или чего такие вот делишки все поехали загружаться все сборим пополам загрузились что-то с утра на кипишу полдесятого долго меня продержали там собирали еще дособирали короче хрен пойми какой-то кипиш там бг уж на вы там позвоните вы скажите пачка документов а вы помогите оттого сега короче полин мой любимый город как я его не очень-то когда вот это начинается ну да ладно как говорится гроши платят это хорошо все поехали потихонечку как раз наверно час пик заканчивается нашу поеду по притыцкого по прямой через вокзал и туда на октябрьскую скатимся потому что ну как бы вариантов то немного можно по держим ского ехать также через вокзал но по держим скотчу я не знаю а стоит ли вот поэтому поеду по притыцкого а там поглядь ну а потом еще на семашка заехать один потом тоже какого-то порошка там отдать надо поехали потихонечку ну вот я уже и подъезжаю а вот справа за октябрьская повернем направо так кто не знает слева у нас это завод кристалл знаменитым пустую белорусскую водочку делают вот прям вот здесь вот слева вон фирменный магазинчик вывеска висит справа у нас концертный зал минск на вот это вот впереди это все общаги здесь справа слева бака ушная где учатся студента так где-то бы встать у меня номер 4 октябрьская это направо уже за нибудь устанем дали телефон какого-то человека который сказали расскажет что куда и где почем и где-то здесь должны быть уже грузчики недалеко все набираем далее вон идет дяденька в ту же урке загнать хочет каким богом трамвайные пути сейчас уже тут трамвайчики не ходят у машины за мной за мной за мной за мной вперед вперед едем-едем надеюсь мы в пустыне поедем в эти по бордюрам здесь это будут виллы вологодские уже так узенька ахренеть а горит сюда надо а как же туда заехать здрасте он туда заезжаешь и если а как я тут заеду расскажите по бордюрам резину рвать буду тут же у вас тротуар узеньки совсем все заезжают ну все они на таких фурыш не заезжали это не было еще случаев до таких заезжали и он там чтоб удобно он там два дерева между деревьями становишься а куда вы будете на ступеньки на первое эти выгружать на вторые а как я там между деревьями стану ну или туда задом сюда что-то вы придумываете постоянно да ну хорошо это соценивать ситуацию посмотрю вот почему я не люблю город потому что приезжаешь блять сейчас надо по бордюрам рвать резину маяц и и говорит сюда не такие заезжают не такие не всякие я когда мне какая разница кто сюда и как заезжает я не хочу а им пофигу получат быть заедет заледенела все а сколько же а сколько же вот приходится по бордюрчиком тут ладно назад там и пустые будем выезжать ну вот заскочил я вроде сказала что надо вот этому там лестнице все ладно пошел открывать еще друзья процесс идет всем салют машинка была чистая уже пошла грязь но еще как бы не очень как бы не российский хотя уже закидала на природе выгружаясь видите пленочку выкидывают молодцы процесс идет сейчас далека посмотрим что там осталось а так там уже что три поддончика отлично я думаю за час раскидаются их тут два наемные вручек когда моя контора оплатила и здесь свои у них мужички все в ажуре все по красоте идет короче пойду я дальше мониторить рынок труда посмотрим можешь марашку может не будет будем зависать на сайт пошел до про солярку что хотел сказать да там вчера ну сегодня вчера люди в комментариях пишут типа заправляясь на беларусь нефть вот работают а я тоже самое было все нормально работала видно где-то заправил вот именно вебасту да то есть летняя солярка попалась чисто летняя как бы дает до этого в металлическом было все время вот сколько эту четвертая зима у меня это никогда с вебастой чтоб солярку прихватила такого не было старался всегда либо арктика разбавлять либо еще чем-то все это но тут вот такой вот по пандос как бы все равно чувак сказал что с бензином лучше как бы по причине того что нагара меньше будет сетка будет меньше забиваться все это то есть выгорать будет лучше весь этот шлак от солярки сказал что 30 процентов даже летом можно лить как бы и все будет нормально так что ну как бы согласен с вами что вроде и так и так но вот бывает попадешь чем морозов не было скажем так а уже такая беда ладно буду сидеть дальше в принципе это молодцы гуртом навалились все идет красиво там уже осталось господи три полета коробки пятилитровые баклажки быстро там по четыре штуки в руку да пошел и останется подончик носимашка так что такая работа по городу я говорю что не люблю такую работу по городу что вот такие вот заезды где-то приезжаешь на административки заезды хреновая приходится вот по бордюрам прыгать то все как бы вес небольшой за счет этого как бы полегче как бы когда вес большой это должен есть такие делишки все да мы выгружаемся я ищу работу все выруливаем отсюда во по бордюрчиком такой поддончик спереди стоит прямо чувствуется один остался но он высокий 1050 короче я уже на глотные минут 15 жду только да то есть разгрузили в принципе за блин ну за 30 минут то есть в 10 я заехал пока там темп шмен пока там тэлы-бэлы 30 минут разгрузили короче два грузчика наемных по два цули каждому сорокет короче нормально группа цена не горит ну да я говорю даже я ищу блин пока так не зарабатываю а только учусь вот ну все мне сейчас на симашка блин посмотрел адрес короче непонятно откуда заезжать там же симашка так полукругом идет да но я наберу там получается либо больнички так я вот не знаю мне отсюда выехать этим отсюда что там на светофоре не стоять либо с обратной стороны то есть заезд будет со стороны общак ну не суть это уже не так важно там один батончик я думаю что мы сильно это дело не затянет в принципе пока все идет норм сейчас заедутесь на заправочку может даже кофейка взять какого-нибудь как говорится сделаем паузу скушаем твикс и поедем на разгрузку полин чувствуется этот батончик конечно так прям на переток поддавливая там порошок какой-то стиральная или что-то там прилично наверно весь я думаю что до 500 килограмм конечно но все равно короче как по городу можно конечно колесить но без вот таких вот заездов как бы при нажалка колеса так партюр него самый высокий не самый острый поэтому мой вроде более меня соскользнули назад на ручку и поехали полистал полистал короче работу я не перестаю удивляться минск-барановичи да похрен у сколько там груза 30 рублей безнал забрали я не знаю как бы вот ничего это кто вот это и вообще как это да ладно значит кому-то очень надо у меня других версий нету значит совсем надо за суду тут встанем с краешки все друзья ладно пойду схожу на заправочку и поедем дальше более слушать идея еду я не знаю но вы здесь вот я проеду или нет под этим мостиком сейчас короче подъеду надо остановиться глянуть по крыше на шанс перестроен снести не вроде норм короче как туда попасть что-то мне тут антенна вам на крышу не снести там везде все стройка где у них был заезд короче она мне сказала тебе надо через девятку сюда вот а у хера себе шу за летчик пулеметчик я его и не видел и женщина крытая шаг на и один палет кто же выносить будет говорит подойду может тут хлопцы гаража помогут полен как тут все плотненько корче этих рогометов поставят кому не снести что-нибудь тогда будет тут зилок вот в принципе вот туда вот туда мне тут есть где-то с этой стороны заезд или выезд я даже не знаю но говорит там сторожа теперь нету что-то ну короче ладно не суть куда-то сюда а куда-сюда вокруг котельной а вон она труба нормально в принципе едем еще назад выехать чтобы еще каких корче на повороте не поставили где а тут все что-то строит новая корпуса все это стройка какая-то полным козом поверните налево закатильна а вон шла паун блин а там народ никого нету его никто не откроет куда-то сюда вот она мне сказала а вон я вижу семашка 8 корпус 2 вот где-то вот здесь вот на тревоге четко попали где какие ворота куда будут а вон склад написано в общем а вот хорошо открывается кто же носить будет только придется наверно физкультурой заняться лечебной утренней чушь не сделаешь придется наверно помочь я одна все болеют что же делать вот и я не знаю что делать все друзья пошел открываться ну что фитнес прошел удачно правда еще помог там два человечка пришли ну я им попадавал ну как говорится размяться что же надо иногда правильно хорошая женщина так попросила приятно приезжаешь пусть даже ну вот попросил человеку прям вот по людски скажем так и как тут откажешь на принципе все быстро четко сейчас вот еду сюда на другой вы за мной газелька это него пульт есть просто я тебе открою шлагбаум выскочить чтобы туда на симашка там между машинами не щемится все едем сдаем поддоны и навык я хоть на тот пульт поехал нет что его не вижу сзади он там разворачивается не разворачивается блин не вижу машины сзади и сказали тут сторожа убрали с этой будки а вон он едет сзади все отлично сейчас тут и выйдем все друзья еду на склад назад сбрасывать поддоны ну и наверное на стоянку хотя позвоню еще может мои пацаны то мне сделают масло поменяют а нет тогда может выходные как-нибудь вот тут люди ставят что вы что не вы сюда скорая горят заезжая тоже пахи рубля главное рогомет свой бля воткнуть вот ему ж надо вот тут вот где-то рядом и все ни у кого никаких понятий нету щелочку оставили типа пролезете 12 часов хороший результат принципе чё быструю работу я люблю вот особенно по городу когда тебе часы оплачивают уже много вперед а ты как говорится свою работу сделал так тут бы не обрызгать никого малужими малужи жалко студент очки ходят разный весь все друзья выезжая вот на держинского налево так домкада и туда на склад погнали ну что все народ я сдался сегодня без утомительных этих куда ты крэнтиж солнышко ловите что есть она разворачивается потому что покер ей она пускай есть значит я надо блин быстрее чем без утомительных этих ожиданий в несколько часов во вот стоит фиатик вот его ту что-то загрузили он что-то уже перекидывает в легковую красавчик чет купил или чет продал о пусть зарос спасибо серёга короче едем на стояночку сейчас еще не звонил позвоню своим ребятам узнаем на каком они свете тимопти и может заедем масло поменяем чтоб потом выходные не дергаться как говорится сегодня уже день пока звонков по работе нет на завтра фу на завтра сегодня там думал чуть на россию на понедельник но у меня такого еще не было я даже не помню да когда я сколько я работаю не такого чтоб прям на лиганце и один раз по моему на питер что-то было когда я воскресенье выехал на понедельник было разгрузка все остальное с ресничком все лада друзья картин пока в сторону стоянки а там посмотрим куда поедем короче еду я масло менять сказали примут решил перекусить всем кто кушает приятного аппетита и мне короче здесь вот на стебенева парнишка киоск поставил шавуху катает сейчас попробуем что он делает горит раньше на логойке стоял вот короче сейчас я подъеду надо покушать потому что блин голодать это не то как говорится хоть и fast food ну а что делать кого нету выскакиваем ай-яй-яй-яй телефон то друзьям и на базе торпедных катеров а что-то у них машину ремонте нету там вроде какой-то корыто стоит я не знаю сейчас должно 7 7 откройся ворота заезжаем меняем масло села и шаурму ну как бы съедобная короче есть можно больше ничего сказать про нее не могу как есть говорю такая капуста белокочанная немножко горчит как обычно на более дорогой у них видно нету денег но экономят люди принципов пачку спектак вот поэтому все сейчас меняем масло ждут от меня подтверждение возможно на россию завтра грузится но я не знаю я думаю сказал дайте мне пять минут я подумаю потом вам говорю а там ответ но пытаюсь поднять еще цену поднял но пытаюсь еще поднять прокатит значит поедем не прокатит значит не поедем как бы посмотрел километраж большой это мы его нахрен короче все сейчас буду заезжать короче может там поснимаем все друзья масло поменяли время провели тут душевненько поехали на стоянку не снимала чё там снимать пашка молодец 10 минут чик слили залили короче топливный фильтр поменял масляный фильтр поменял масло поменял чуть-чуть подтянули ручник тоже так как был одержал вообще огонь сейчас как бы ну так 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 чуть подтянули ну как бы вот так вот прошел очередной день и поработать успели и его сделали ну потому что уже пятнашка было как надо менять стоят масло перекатывать не стоит какой она там бы какое бы она там не было у риджинал я думаю что после десятки уже надо 12 можно уже менять 15 интервал катаю было при пару предложений на рашку было а куда было до 2 предложения было в саратовскую область по моему ну разные разные грузы ну цена цена не подходит никому моя цена ничего пока с этим сделать не могу ну как бы когда было срочно им подходило потому что уже все горело как на москву я тогда в пять часов приехал на загрузку ну здесь пока не срочно как-то так поэтому все на стояночку выходные впереди будем отдыхать так что всем хороших выходных всем удачи не болейте всем пока